Оппонента карте Cobblestone нежданно-негаданно, можно так сказать, потому что многие аналитики наши русскоязычные и англоязычные также писали, что Fnatic, грубо говоря, непобедимый на карте Cobblestone в последнее время, но нет. Да, и так оно казалось. Казалось и в первой половине, и до счета 9-2 оно так казалось, а потом просто произошло что-то невероятное, поляки собрались и начали брать все раунды абсолютно. То есть они взяли 12 подряд, получается, и только потом взяли раунд десятый Fnatic, да? Я, честно, я вообще не понял, как такое вообще могло случиться. То есть просто команда берет выигрывать 9-2, не чувствует оппонента, бегает, летает по карте, творит все, что хочет. То есть типичный Fnatic. Что потом случилось? За счет чего? Я вот не уловил этот момент. Ну, я понимаю, там Fnatic очень часто ходили на B, их выходы вот в конце половины, они были менее успешными, потому что там и Паша начал вырубать, и несколько важных фрагов были от Снакса там тоже. Ну, в общем, они научились принимать B-плэнт. Они начали платформу укреплять немного. Да, они начали укреплять платформу, они начали более эффективно там тоже из пунта тоже давать фраги, ну, в общем, научились принимать B. И Fnatic в конце, там проиграв несколько раундов, в принципе, там, ну, даже тогда не чувствовалось, что поляки прямо сейчас выиграют карту. При том, что не дать даже взять 11 для Fnatic, это вообще просто невероятное что-то. Ну, они повторили успех, до этого они обыграли Fnatic 16-9. Молодцы. Ну, опять же, они практически всю атаку запускали вот Олафа, либо еще кого-то вот на платформу как раз на B отстрелять. Или GV, да. И это поначалу-то работало, хотя, казалось бы, фишка такая, которую, в принципе, все знают. Но адаптировались к ней поляки только под конец первой половины. И действительно, потом они просто начали вытушить и 4-5 уже брать этот раунд. И, в принципе, у них действительно получалось абсолютно все потом. Но за вторую половину, насколько грамотно действовали поляки, это нечто. Реально, за эту атаку, вот этот 4-й раунд, это вообще отдельный разговор, когда GV взорвали просто тремя хаешками. Опять же, прочитан. Прочитан был GV абсолютно, потому что он постоянно это делает в 4-м раунде. На всех практически Кобблстоунах. И тут просто прилетело 3 гранаты. Минус он. Сразу же использовали именно то, что его минуснули. Забежали через коннектор, убили в спину просто Олафа, как раз посаженного на дерево. Ну, раунд просто обалденный получился. И именно видно, что ребята именно задумывали именно таким образом его. И он получился просто вот, ну, просто идеально. У них и на Апланте тоже какие-то заготовки были. Начиная вот от банального занятия рукава. То есть, когда Fnatic занимали, там TASP не слепой принимал двоих. Когда там стоял Деннис, он каждый раз, или там Флюша, каждый раз человек ловил флешку. То есть, видно тоже умение не просто банально занимать рукав, а чтение соперника, чтение его позиций. То есть, не в каждой позиции на руке ве ты ослепнешь. Но вот Virtus.pro идеально знает именно позиционирование команды Fnatic, то, как они любят действовать. И они нашли подход. И в отличие от тех же Na'Vi, которые просто беспомощно бегали, врывали в смоки, Virtus.pro действовали в миллион раз грамотнее, в миллион раз правильнее. И Fnatic к этому оказались не готовы, и даже не смогли сделать выводы по ходу матча. Они взяли тайм-аут, но он им не помог абсолютно. Да, они, в принципе, ничего как-то особо не обсудили. А что обсудить? Вот они взяли тайм-аут, а Virtus.pro очень прекрасно понимали динамику игры, и тут же ее изменили. Тут же просто пошли в пятером через мидл. До последнего там Флюша, по-моему, как раз ждал боковую, но никто не пришел. И, соответственно, его просто не его пришел и потушил прямо вблизи. Да, и прямо было видно, как теряется вот эта вот уверенность команды Fnatic. Как они перестают феерить в каких-то моментах, где они вот при счете, например, в том же 9-2, они бы пошли и сделали бы какой-то ультра-мега-суперкил. Но здесь поляки просто очень грамотно действовали командно. Очень хорошо у них, кстати, залетало по стрельбе. То есть они, в принципе, ничем Fnatic не уступали практически в этом аспекте. И вот такие вот заготовки, и такое чтение оппонента, и вот эти выходы от Neo. Вот это ошибка. Это ошибка от Fnatic. Почему на этих ступеньках один испугался, забрел туда, видишь, вот опять ошибка от Флюши тоже. Он мог выйти 200 раз убить, и зачекать мог рукав, что там никого нет, понять, дать инфу. Позволил Neo убить своего тиммейта, и еще и сам умер в итоге. Еще и сам умер без размена. Действительно, они просто испугались в какой-то момент, и не были готовы вот к такому отпору Virtus.pro. И просто их разнесли в итоге. 12 раундов подряд, и в итоге карта именно в пользу поляков. Ну и лучший игрок в составе польской команды Neo, Филипп Кубский. Очень хорошо себя проявил именно в атаке. Куча полезных действий. Позволила вот его смелость вот там в районе Ямы. Очень много перетяжек организовать в команде Virtus.pro. И вот это вот, как он ловит на ошибках шведов. Ну, опыт. Что еще тут добавишь? Как вы думаете, резонно ли было Fnatic пикать как раз-таки Cobblestone? Понятное дело, что уже они проиграли, тут ничего не изменишь. Но все же, из всего того, тех возможностей, которые они могли выбрать, стоило ли мы играть именно Cobblestone, либо, может быть, кэш или какой-то другой? Я бы на их месте пикнул бы кэш. Я бы побоялся играть Cobbl против VP, но они просто такая команда, которая не боится ничего. И в этом их фишка. Они пикнули Cobbl. Это ошибка. Ну, Virtus.pro их тоже не боятся. Да, и сейчас посмотрим, что у них там готово на Мираж. Потому что было очевидно и понятно еще за миллион дней, что Virtus.pro пикнут Мираж, если будет такая возможность. И, в принципе, команда Fnatic далеко не самый слабый коллектив на этой карте. Они показывали много хороших результатов. Но вот в чем загвоздка? Так-то в том, что команда Fnatic всего две карты в течение всей Е-лиги проиграла, и оба раза это был Мираж. Первый раз они в фейзамп слили в групповом этапе, и в ТСМ в групповом этапе тоже проиграли. Причем ТСМ — это североамериканская команда, там Altimatic, SICK и Компашка. Но это они выиграли у ТСМ 16.3. Да, это тоже такое было. Ну, карта у них, в принципе, рабочая. У Virtus.pro, безусловно, Мираж — это их основной пик. Топ-1. Их топ-карта. Они в последнее время набрали дичайшую форму. И на Е-лиге они это тоже доказывали. На Мираже они выигрывали у Рене Гейтс, они выигрывали у Гамбит, они выигрывали опять у Гамбит, выигрывали у Энви. Ну, в общем, и на Мейджоре единственная карта они проиграли бразильцам из СК. Поэтому на этой карте пока только бразильцы могут с ВП соревноваться на равных. Вообще, конечно, легко анализировать ошибки постфактума, правильная или неправильная карта Cobblestone. Но я все-таки думаю, она правильная. Они классно играют. О том, что правильно или неправильно, может быть, было бы лучше выбрать что-то другое просто-напросто. Не из-за того, что вот такой результат. Нет, ну, как будто, конечно, лучше было бы. Может, не проиграли бы. Кобл уже по факту проиграли, конечно же. А так, Cobblestone у них идеальная карта. Они за атаку очень круто играют. За дефенс у них тоже все очень классно налажено. И то, что они просто проиграли, вот они просто испугались в какой-то момент. Они просто не ожидали некоторых фишек, которых сделали поляки. Вот, например, тот четвертый раунд. Пистолетный раунд был очень важен за вторую половину. И, возможно, именно то, что не смогли взять Фнатики его, ударило немножко так по морали. И они думали, вот четвертый раунд, нужно просто собраться, каждый на своей позиции убить, взять раунд. А нет, просто их переехали катком. Пятый раунд девайс на пять же, нужно собраться. Нет, их просто переехали катком. Пауза? Нет. Их просто сменили темп игры банально. В общем, они просто оказались как-то не готовы. Virtus.pro были всегда на шаг впереди. И это не ошибка карты. Это, наверное, просто лучше подготовились конкретно в текущий момент. Тоже прям лозунгами спонсоров говоришь, что на шаг впереди. По поводу Олафа Мейстера еще можно было сказать пару слов. Этот парень, по-моему, провалил Коблстоун. Во второй половине просто очень много ошибок было от Олафа. Неприятно было наблюдать за тем, как часто он на платформе, он просто бездарно отдается самым первым. Несколько раундов было, в том числе оружейный, где он просто умирал в ситуациях 5 в 5 в начале раунда, абсолютно без какого-либо выхода еще поляков. Просто он пытался занимать дефолт с авиком на платформе или там с кольтом и в итоге умирал. И приходилось играть Кримзу вместо него там. Был даже момент, когда у Кримза было там сразу два оружия, перед ним выбираю, не хочу. И в итоге он просто убивает только одного. Ну, получается, все дуэли со своим оппонентом, всеми поляками, он проиграл. Только буквально с Пашей он сыграл на раундах 4 на 4. Бьяли он вообще проиграл в ноль, 4 на 0. Ну вот, Олафа действительно не хватило, а это такой человек, который на Коблстоуне в свое время был очень уважаемым. И в принципе сейчас он тоже... Ну вот Кобл у него всегда был какой-то особенной картой. Еще со времен мейджоров, когда он только появился, этот Кобл, там Олаф на нем всегда очень жестко играл. Я думаю, там оверпасс скорее больше. Ну и оверпасс тоже. Но Кобл действительно был у него всегда очень сильный, и сейчас не хватило Олафа. Олаф, лучший игрок 2015 года, мне кажется, у него не только эти две карты, и не одна тем более в активе была. Поэтому не хватило его однозначно, это факт. Ну что, go next, это получается мираж, мираж. Ну мы всегда отмечали, что поляки просто божественно играют на этой карте. И на самом деле то, как играет Фнатик на Коблстоуне. Поэтому в принципе я даже не удивлюсь, если они обменяются своими картами, своими пиками в чужую пользу, естественно. И будут выяснять отношения, соответственно, на трейнер уже. Но в принципе, интересно, конечно, только за кого коллективы начинают, потому что если ВП именно за дефенс, то будет очень сложно вернуть вот эту вот какую-то мораль Фнатикам и сломить уверенность поляков. Потому что польская дружина, мы видим, как вот они именно после мажора, после Старладера, также финала, насколько сильно они укрепились вот в своей вере. Это именно те моменты, которые им не хватало для того, чтобы доходить до финала, выигрывать их вообще. И тут они выиграли финал, очень важный против Нави, такой в борьбе крепкой, да, был на Старладере, на Олимпийском. И, соответственно, на мейджоре они также хорошо выступили. В полуфинале проиграть, это очень круто на самом деле для них. Возможно, ну, я, естественно, конечно, не рассчитывали, наверное, еще и на больше, но, в принципе, это хороший результат был на них в той форме, в которой они были до этого момента. И вот сейчас, вот судя по тому, как это придало им какую-то уверенность, они очень классно начали играть. Они играют наравне и даже выше Фнатиков. Они прошли самую длинную сетку на Е-лиге на данный момент и очень уверены в итоге. Они сейчас в шаге от победы на самом крупном турнире по Counter-Strike в истории, с самым большим призовым фондом. Все, что им нужно, это просто выиграть свой пик против команды Фнатик, которая на Мираже себя чувствует далеко не лучшим образом и часто куда чаще дает слабину, чем на том же Cobalt Stone. Судя по всему, кстати, Virtus.pro начнут со стороны атаки. До стороны атаки. Да. Ну, тогда просто нужно набирать по максимуму. Ну, вот Фнатик интересно, как они сейчас все-таки подойдут к этой карте. Второй. Это не их пик. Было видно, что на Cobalt Stone у них все складывается не совсем в их пользу. И то, что они потеряли эту уверенность на каком-то этапе этой карты. И вот сейчас на Мираже им нужно возвращать ее изначально и давить своего соперника, особенно если он начал за атаку на этой карте. Поэтому, ну, нужно стараться, иначе просто все это закончится очередным 2-0. И все. И поляки чемпионы. И чьи-то ставочки сгорели. Ну, чьи-то сгорели. Это будет самый плохой вариант для меня. Да, действительно. Тогда у меня не будет ни одной ставки. Кстати, только что все ожидали практически, что будет борьба, и нам не хватило одного как раз рауна вот этого вот 27-го. Да, и в итоге там только Костя Ленин поднялся. Да? Да. Соточку поставил, поднялся. А я напоминаю, что у вас есть возможность получить скины, смотря красивый Counter-Strike. Это гранд-финал и лиги. Вам нужно просто привязать свой аккаунт. Как это сделать? Написано на нашем сайте. Заходите на starluder.com, читайте все и получайте ценные скины, просто смотря красивый Counter-Strike. Вы видите, такие мудрые слова Фоллин написал в Твиттере. Нам американские коллеги выводят это на экран. Даже если Мираж это самая сильная карта команды Virtus.pro, команду Fnatic ты никогда не можешь победить заранее. То есть, играя против Fnatic, ты не можешь сказать, что ты побеждаешь. Но мы об этом говорили, что Virtus.pro и Fnatic встречались уже неоднократно. Они друг друга знают, знают, как нужно бороться, что, в принципе, Virtus.pro и показали на первой карте. Зато представь, если сейчас умудрятся как-то Fnatic выиграть на Трейне, я думаю, у них мораль будет очень... Жесткая заруба будет, действительно. Да, и Трейн будет очень сочным. Ну что ж, ожидаем сочный Мираж, а дальше, может быть, перейдем и к Трейну. Передаем слово нашим комментаторам. Что ж, друзья, еще раз всем привет, доброго времени, суток. Спасибо, что вы остались с нами на трансляции. Опять же, это гранд-финал Гейлиги, Virtus.pro, команда Fnatic и сочный Мираж, как сказала Влада. Да, ну, еще сочнее, сказал действительно Фалин. Даже несмотря на то, что Virtus.pro играет карту Мираж очень хорошо, против команды Fnatic расслабляться не стоит ни в коем случае. Ну что ж, в защите начинают шведы, в атаке будут действовать Virtus.pro. Ну и вот она первая агрессия, Деннис. Оу, серьезно? Да, у нас небольшой косячок вот, походу, прошел со звуком. Задержка, вернее, картинка была позже, чем звук. Это я сразу режиссером... Сначала был выстрел, потом была картинка вот так. Да, когда... Потому что пулька залетела, а минуса не последовало. Короче, хорошее начало для команды Fnatic. Очень хорошее начало. Ну и вот ситуация... О, как тяжело. Да, ну Деннису неплохо отвесили. У поляков грамотно нашифрованный раунд. Выход на Атленд. Ты посмотри, что творит Паша Бицепс вместе с Нео. Забирают Денниса и Кримза. Джей Ви есть размен. Ну а вот, наконец-то, включается Олаф Мейстер. Бьёли один против троих. И Плюша ставит точку в этом раунде. Просто беда провал со звуком. Но сейчас мы постараемся это исправить. Да, чёт-чёт-чёт рука лицо у капитана команды Virtus.pro. Действительно, вроде бы в какой-то момент показалось, что Virtus.pro пистолетку должны забирать. Но вот он, Олаф Мейстер. Человек, которого не хватало на первой карте. Включается на максимум и делает то, что должен был делать. Что ж, ну, начало действительно достойное для команды Fnatic. Вот, опять-таки, молодцы, что сразу с пистолетки начинают. Эх, но я не побоюсь вспомнить карту Cobblestone. И там тоже всё начиналось очень хорошо. И даже кровожадно хорошо. И если вы помните, там ситуация была очень жёсткая. Шведы остались 2 в 4 и смогли этот раунд вытащить. И, кстати, успешно практически проявили всю половину. Но потом Virtus.pro открыли в себе вторую молодость. Итак, выход коннектор плюс бэк-плэнт. Один игрок уже туда заходит. Бомба остаётся в точке под коврами. Ну и здесь должны справляться шведы с этим. Бьёли! Ой-ой-ой! Это ещё не всё, говорит нам Бьёли. Последний в живых Снэкса. Снэкса здесь как раз-таки упустили из виду. Хотя проверили Олаф Мейстер. Ого-го, 2-0. Ну вот он, старина. Фломастер. Старина ли? Или молодой? Да вот непонятно. Где-то посерединке находится Олаф. Но по заслугам, по чемпионским титулам он действительно старина. Так, ну и тут пытаются нам объяснить, что делали поляки. Ну, на самом-то деле, да, странно сыграли. Не, на самом деле всё было бы идеально, если бы бомба оказалась у Снэкса в том раунде. Они бы её поставили. И сейчас бы уже в финансовом плане не чувствовали бы себя столь зажатым. Но пока всё ок. Пока всё ок. Ещё один нек, и только с первого девайса мы увидим силу поляков на этой карте. Опять же, Фоллен в твиттере написал, что вот... Короче, Фнатика расслабляться, это не работает. Вот если Virtus.pro сейчас обескуражено, возможно, где-то своей победой на Коблстоуне, то это может сыграть с ним злую реальность. Реальность. Деннис. Вот он. Человек, который стреляет строго по головам. Это Эйс, но пятого забрал в тушку. Всё по пулечке. Очень жёсткая стрельба от Денниса. Нам показывают его лучшего болельщика и болельщик. О, это вчерашняя подруга. Что с ней случилось? Это конвульсии. Конвульсии? Она в шоке от Денниса. Какой Эйс? Она точно так же вчера исполняла в матче против Na'Vi. Ну, короче, походу Денниса ждёт Эйс после матча. Итак, 3-0, друзья. 3-0, первый девайсный от Virtus.pro. Закупка достаточно хлюпкая. Один комплект людей раскидки, если так посмотреть, то на всю команду, да. И выход. Куда пойдёт выход? Так, пока пропустили парыч, Кримс. Вот они, разрешение 4 на 3. Не увидел краем угла то, что был проход в парыче. Есть преимущество небольшой Паши Бицепса. И Паша... Ой-ой-ой. Тайминги. Паша Бицепс отпускает Кримса. Вот когда такая боль происходит, и мы её видим с X-Ray, нам становится страшно. Поджим подвала проморгали. Сейчас будет перекрытие кислорода Паши Бицепсу. Всё. Наигрался на центре. ВП вынуждены открываться на аплэнд с трона. Но здесь ситуация такая, что как-то игроков атаки ждёт плохой сюрприз. Тут 4 игрока команды Fnatic уже готовы играть ретейк. И даже просто не пропустить в точку. Так, ну под моменталочку врыват с Некса и уходит. Сделал минус и отошёл. Тролль. Просто красиво. Просто тролли. Тут уже 3 в 2. И шведы, по-моему, не осознали всех бонусов своей собственной ситуации. И у них реальную инициативу вырвали из рук. Неужели Virtus.pro набирают былую мощь? Неужели Fnatic не набирают былую мощь? Так, ну вот походу, знаешь, не хватает им Пронекса где-то. Вот знаешь, именно в тактических планах. Вот когда был Пронекс в команде? Любая такая сложная ситуация на турнире, что происходило? Было много пауз, обсуждений, дискуссий. Ну это действительно был мост команды Fnatic. Да, нестандартных. Вот именно было полное проявление нестандартных действий. Была и импровизация. Но даже там, несмотря на отрицательную статистику, с Пронексом Fnatic любые сложные ситуации прожёвывали. Сейчас они просто вот... Вот сейчас они только что отдали свой раунд. 4 в 3. Они должны были встречать выход на Аплэнд. Ну и просто банально, ничего не придумывая, Virtus.pro оформили врыв под одну флешечку. Забрали, по-моему, кого там, Джаспера. Ну, не суть. Или Флюшу. Опять-таки же... Флюшу, Флюшу, да, это с Некс был. Забрали и ушли. Ну, и всё, и Fnatic не понимает, что делать дальше. Просто стоят. Ого, ого, давайте. Так, нет, не получается. А что они сделают без флешек с коннектором? Ну, далее, если знать. Хотя на карте, опять же, преимущество было у Fnatic сразу. Что ж, попытка смены стиля игры и чрезмерная агрессия. Первый размен, и дальше Fnatic всё-таки выигрывает перестрелку на центре. И заметь, опять-таки же, погибает Олоф Мейстер. Олофа по стрельбе сегодня очень плохо заходит. Да, начал, кстати, стрелять первым. Неплохо надамажил. Но хорошо, хоть разминались в свою пользу. Это уже даёт шансы Fnatic'ам на этот раунд. По крайней мере, нервов здесь быть не должно. Так, что у нас здесь? Вторая подряд ситуация 3 в 4. В большинстве командов Fnatic, но Virtus.pro сдаваться не собираются. Так, ну вот флешку думал кидать флюша, но решил проверить, будет ли это долгий выход или быстрый. Слышит о десанте. И здесь его заставит врасплох. Снэкс блестяще открывается Virtus.pro на B-планте. И это жёстко! Жёстко! Да, ну вот, буквально один в один. У нас дежавю только на другой плент вышли ребята из Virtus.pro. Снэкс забирает ещё и Денниса. Крим с АВП один против троих. Что происходит с Natic? Вот так играют в Кракове, говорит Снэкс. Вот знаешь, ещё есть одна такая штука интересная. Virtus.pro всегда очень хорошо выступали на североамериканской территории. Всегда. Вот не было там почти провалов. Ну, комфорт и, опять же, удобство создаёт Елига. И насколько мне известно из достоверных источников там. Всё круто. Это конкретно про эту лигу, а я тебе говорю про другие турниры. Там всякие ЕСЕ, вот энное количество турниров в Соединённых Штатах Америки. ЕСЕ, старые, которые турники были, вот по 20 тысяч, которые начинались. Да, там реально поляки приезжали и обыгрывали просто всех, никто не понимал как. Вот они Virtus.pro и американская земля. Промазал, промазал, вот это увольняет ТАСС. Вы видели, вы видели, как он просто... Ну, опять размен, конечно, в пользу Fnatic, но как промазал снайпер команды. Ого-го. Так, ну что же, Олаф подбирает снайперскую винтовку, постарается её реализовать гораздо лучше, чем это сделал JV. Но у нас опять 3 в 4 в меньшинстве Virtus.pro, но эти парни будут бороться до конца, до последней капли крови. До последней секунды этого раунда. Ну, или до последнего количества ХП в этом раунде. Вариантов их борьбы может быть очень-очень много. Но самое главное, самое главное, друзья, что всё-таки... Они уже выиграли первую карту, чёрт возьми. Они уже могут убить неубиваемых шведов. И ещё раз всем доказать, что и в 30 лет... В 30 лет всё только начинается. Киберспортивная молодость, она наступает после 30. Кстати, вот Virtus.pro это самая сумасшедшая в этом плане команда. Действительно, ребята очень жёстко играют на протяжении долгого времени. А это уже называется уровень, друзья. Суперконтакт вот здесь был. Бомба ставится, будет ли прострел. Ой, Витя надо уходить. Но Витя сейчас едва не совершил ошибку. Так, ну что же, хорошая ситуация по-прежнему для поляков. Установленная бомба. И бомба ставится именно на коннектор. Тасс играет против опасных позиций. Не видит голову на Делпоне. Бьёля остаётся в ситуации, где... Ну, пропустит одного в плент за следующий ящик. Это, по идее, всё. Раунд Сигран, можно сказать. Идёт деф-бомба. Понимает он то, что там, скорее всего, 6, 5, 4. Олов прикрывает, и этот раунд достаётся шведской команде. Но, несмотря на это, Виртус Про в меньшинстве действительно выжили из ситуации сверх максимума. Так, вот он, GV. Первая попытка очень даже достойная. А вот дальше не зашло у Джаспера. Дальше мы просто поставили тычку в голову. Вот там третий или четвёртый выходящий. Просто чётко вышел и пулечку. Тем не менее, 4-2 экономические проблемы у Виртус Про на второй карте. Но они взяли уже два раунда. Это неплохо. Опять-таки, по Коблстоуну можно сделать вывод, что Виртус Про знают свои минимумы. А максимумы уже не показывают, играя во второй половине. Так, ну посмотри. По-моему, двойной развод намечается на Мираже. Разбросали базу Б. Попытка выхода. Олов мейстер. Будут ли проблемы? Олов. Нет, справляется за Снексом. Ну а параллельным... Я даже не знаю, вот как, 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 как... Это Афейк, это Афейк. Это Афейк на Б начинает выходить в базу Бицепс. На Аплантин забирают чётного игрока. Бомба продолжает. И посмотри, идеально уходит игрок с базы Б. Бомба установлена. И шведы не понимают, что происходит. Это, друзья, Total, пятая точка, Доминейшн. Просто без шансов, друзья. Это без шансов. Плюша потерялся вообще в яме. Думаю, сейчас я устрою ретейк Аплантину. Бомба на Б. Вот после такого любой тренер и любой капитан в любой команде должен просто сидеть. У него должна отвиснуть челюсть и потечь слюни. Потому что то, что сейчас сделали в Virtus.pro, это жесть. Это жесть, как красиво. Да, действительно, гениальный раунд в исполнении поляков. Всё получилось. Вот идеально. Снекс, ну вот знаешь, этот якобы фейк-выход на базу Б. Он сделал всё, чтобы этот фейк показался фейком. Один выпрыгнул, погиб, ничего не дал сделать. Параллельно выход на Аплант. И вот игрок, который умер в коннекторе первой, это была колоссальная ошибка от шведов. Да, пропусти. Ну, Купский. Знаешь, Купский последние матчи играет, словно играет последний раз. И вот с каждым матчем он играет всё жёстче. Оу. Серьёзно вышли на... Ничего не знают. Вот не знаю... Ох. Вот, знаешь, я смотрю, как стреляют поляки, и они вообще ни капельки не уступают шведам. Кра-си-во. Очень красиво. Кра-си-во. Зал должен кричать, Кра-си-во. Но пока зал что-то кричит. Виртус-про. Кра-си-во. 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 Ну что же, 4-4. Опять-таки же, Виртус-про, проигрывая по ходу матча, уже нагоняют своего соперника, заставляют того проводить экономический раунд и имеют реальные шансы вырваться уже вперёд. Красиво, друзья. Итак, врыв красивый, врыв на красивые центры. Таз сейчас... Таз. Орлиный глаз просто сразу перевёлся. А тут сюрприз. Выпад четырёх игроков защиты на центре карты. И Филипп Кипски развлекается вместе со Снексом. Третий упал в подвал у Фнатик. Ну, знаешь, 3-3. Можно что-то поменять здесь, но шведы заперты, им не уйти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не баскетбольная. Шакил не закатировал. Итак, живи один против двоих. Красный Филипп. Филиппа продавил, выбил бомбу, подобрал АК-47. Остался один на один с Бьёли. И Бьёли разыгрывает против него с подвала. Джаспер об этом, возможно, догадывается, потому что это единственная точка, которой не смотрелось. Уход за белый. Джаспер. Очень сложный раунд для Бьёли. И всё же он его выигрывает. Как напряг сейчас Джаспер, просто сделав, приложив, не знаю, все свои усилия, показал феноменальную стрельбу, оставшись один на медле. Но вот с Бьёли не срослось. Опять же, красиво. Красиво. Каев. Обе команды играют очень красиво. Каев, говорит ТАСС. И Виртус Про решили продолжить свою победную серию. Друзья, опять четыре раунда преимущества. И преимущество в одну карту есть у польского коллектива. И, походу, сегодня реально все поговорки про них помогают им. Итак, начало... А что это было? Ты видел? Да. Попытка с поздним таймингом выпада на снайпера. Это что-то фантастическое. Оуф Мейстер под базой Б. Всё же Бьёли перестрелял. А был на волоске от смерти. Ну, тем не менее, его команда перестрелки закончила глубоким провалом на центре. Конечно, Виртус Про всё ещё имеют шанс проиграть в этом раунде. Но если грамотно... То, что если просто правильно перестроиться, то могут атаковать в любой из пунктов абсолютно адекватно. Так, ну вот знаешь, уже у поляков есть пять раундов в атаке. Понятно, что на этом парни останавливаться не будут. Но смогут ли шведы что-то показать за эту же сторону? Надо просто сказать «Кра-си-во». И тогда всё будет. Шведы покажут красивый Counter-Strike. А Кобле тоже было всё красиво. После первой пистолетки я думал, что шведы сейчас опять будут показывать вот эти вот феноменальные интуитивные моменты и обыгрывать своих соперников. Но вот как собрались ВП на Кобле, это дай бог так каждой команде собираться в нужный момент. А здесь опять-таки 390 тысяч долларов на кону. Проигравшая команда получает 140.